МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы сердце не остановилось. Особенно, когда появляются давящие, жгучие, сжимающие боли за грудиной. Почему казанцы игнорируют правила золотого часа Альбина Слагараева? Первозверье и проблемы с современной биосферой. Нажевал, плюнул там. Это уже нарушение экологических законов. Такие вопросы озвучили первоклассники Николаю Гроздову в сюжете Динары Камаловой. Вдруг как в сказке. Детей привели, окунулись с детства. На Кремлевской набережной открылся сказочный городок. Какой он в этом году, расскажет Рамиль Шайдулин. Новые поощрения для успешных регионов пообещал в Казани министр финансов России. Как заявил Антон Силуанов, субъектам будут возвращаться часть средств от прироста налога на прибыль. С таким расчетом деньги может получить и Татарстан. Как отметили сегодня на совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов, год для республики сложился положительно. Чего ждать дальше? Показатели и прогнозы изучил Дмитрий Аринин. И в этом году в деле материальных ценностей, денег, министр финансов России огласил ряд интересных предположений и предложений. Так для регионов придумали еще один стимул зарабатывать больше. Та часть прироста налога на прибыль, которая будет получена в федерации от республики Татарстан, в размере прироста налога на прибыль по 2% из 3, которые зачисляются в федеральный бюджет, будет возвращена обратно республике. Как прогнозируют к концу года, по налогу на прибыль должно поступить более 78 миллиардов рублей. Это на 6 миллиардов больше, чем ранее. То есть уже можно ждать поощрения. В этом году за успешные показатели республика уже получила от правительства страны более полутора миллиардов рублей. Республика развивается, все наши расходные полномочия реализованы, и большая поддержка была оказана по реструктуризации бюджетных кредитов, которые мы брали. Консолидированный бюджет республики в этом году поступило почти 300 миллиардов рублей, что тоже рост. Год завершается положительно. Мы уже уверенно можем сказать, те параметры в доходах и расходах полностью они будут выполнены. И те задачи, которые поставлены нашим президентом Рустамом Мугалевичем, они также будут полностью выполнены. И как сегодня пообещали, в следующем году будет разработан еще ряд налоговых новаций. Таких всего рода подарков для бизнеса, которые призваны стимулировать дальнейший рост российской экономики. Дмитрий Арийн, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Центр Казани сегодня окрасился в цвета российского триколора. Служим Отечеству, гордимся Родиной, верим Путину. С такими плакатами более 300 человек сегодня вышли на митинг в поддержку Владимира Путина. Военнослужащие ветераны и просто горожане. Все они за силу, мощь и авторитет страны. Лена Зинатулина с места события. И доказал нам всем с вами и всему миру, чего слует честное слово офицера президента Российской Федерации. Для всей России президент, а для военных еще и верховный главнокомандующий. Поддержать Владимира Путина они собрались не без повода. 4 декабря государственный лидер объявил об освобождении Сирии от международного терроризма. 11 числа президент был непосредственно в Сирии. Показывает тем, что он поддерживает и объявляет воинов наших победителями. Он и приводил эту пословицу. Если не кормишь свою армию, будешь кормить чужую. Курс на укрепление армии, восстановление военной мощи и повышение авторитета России на международной арене. За это военные благодарны президенту. Очень улучшилась жизнь наших офицеров, всех военнослужащих. Благодаря его работе, стремлению, все российские граждане уверены, что наша страна всегда будет жить и работать спокойно. Чтут сегодня не только надежную защиту собственной страны, но и исполненный интернациональный долг. Если еще несколько назад это были какие-то такие отдельные случаи, сейчас весь мир уже борется с целой системой, значит, так называемого исламского государства. Это так называемое, правильно так надо называть, потому что сам ислам, он не проповедует терроризм. Десантники, моряки, пехотинцы, ветераны афганской войны. Здесь плечом к плечу с ними и простые казанцы. Всего более 300 человек. Я горжусь своей страной. Вот я и за это здесь. Своего лидера патриоты готовы поддержать и словом, и делом. Ленезина Атольевна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Необычно сегодня началось субботнее совещание в Доме правительства. В холле министры подключились к благотворительной акции «Подари подписку». Они оформили газеты и журналы «Татмеди» для домов престарелых, интернатов для инвалидов, детских домов и социальных центров. Так, премьер-министр Алексей Песошин на первой полугоне 2018-го обеспечил журналами «Салават Купера», «Сабанду» и «Ялкан» Кукмарский центр «Милосердие». Здесь же Рустам Мениханов оценил выставку к столетию органов ЗАГС. Подлинные записи о рождении, смерти, регистрации браков наших известных земляков и уникальные архивные документы. А на самом совещании доложили, капремонт завершен в 984 многоквартирных домах. Завершилась на этот год программа капитального ремонта школы. В нее вошли 146 объектов образования. План по поликлиникам выполнен пока на 86%. Кроме того, по программе перехода на индивидуальные системы отопления в Руссу на сегодня завершили все работы. Тепло дали почти в 3000 квартир и частные дома. В кардиологических отделениях Казани наплыв пациентов большинство с осложнениями. Они попросту упустили момент, когда нужно было вызвать скорую. Ситуацию усугубляет неустойчивая погода и тяжелая одежда. Это нагрузка для сердечников. На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы сердце не замерло? Альбина Солгараева. Как вы себя чувствуете? Ну, сейчас уже все как бы прошло. Боль в груди мучила Александра Левина на протяжении нескольких месяцев. Снимал симптомы таблетками. К врачам пойти было некогда. В начале недели просто не дошел с работы до дома. Упал подъезда, успел позвонить жене. В итоге операция. У мужчины обширный инфаркт. Болел в груди. В основном давит. Чувствую, что-то давит. Ну, как бы это терпимо. Как бы это все это можно было какими-то таблетками. Зимой отделение кардиологии 7-й городской больницы переполнено. Здесь и мужчины, и женщины пенсионного возраста. К тому же много тех, кому буквально за 40. В связи с холодами и шимии обостряется, говорят специалисты. В группе риска также те, кто курит. Люди с перепадами артериального давления и с сахарным диабетом. Если появились такие боли, обычно они отдают в шею, в нижнюю челюсть, в левое плечо, под левую лопатку. Пациент покрывается потом. Вот при появлении таких признаков ни минуты медлить нельзя. Как говорят доктора, летальных исходов удается избежать. Но многое зависит от самого пациента. При первых симптомах нужно вызывать скорую или просто бежать в больницу. Тут работает правило золотого часа. Альбина Слагараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Дешево и сердито жительницу столицы обманули с ремонтом. Всего за 25 тысяч рублей женщине обещали новый балкон. Но в итоге это выявило нового мошенника. Целых полгода якобы строитель прикрывался фиктивной строительной фирмой, собирал деньги и на ремонт исчезал. Пока его не поймала казанская полиция. Мы продолжаем рубрику «Разрешите поблагодарить». Рамиль Шайдулин о том, как мошенника выводили на чистую воду. Примерно так Татьяна Алексеева впервые повстречала мошенника. Строитель Алексея предложил всего за две недели сделать из балкона европейскую лоджию. От такого предложения заказчица просто не могла отказаться. «Стоимость, он сказал, что 25 тысяч, это входит и в стоимость материала и работа. Вот это меня, конечно, очень сильно и порадовало». Ударив по рукам и получив деньги, мужчина ушел за инструментами и пропал на долгие месяцы. Татьяна Афанасьевна обратилась в местное отделение полиции. Благо на руках остался номер мобильного телефона. Через него-то оперативники и вышли на горе строителя. «Было установлено, что по месту регистрации он не проживает, через своих коллег, также оперативных сотрудников, было установлено, что он является наркоманом и лечится в медицинских учреждениях города Казани». Он и вправду был строителем, но фирму закрыл еще в начале года. По сути, оставшись безработным, мужчина продолжал браться за ремонт, но бросал дела, едва получив деньги. «Я очень благодарна Гатаулину Айрат Равеличу за то, что он так быстро, оперативно все сделал». Мошенника нашли меньше, чем за неделю. После задержания мужчина вернул деньги и остался на свободе. Татьяна Семенова простила горе строителя, а ремонт лег на плечи уже мужа. Пусть у него получается не так быстро, зато теперь все честно. Рамиль Шайдулин, Амирзалюшев, Марац, Идгараев, ТНВ, Казань. «Нет будущего у того общества, которое забудет, пережитые и не оценят вклад, который внесли представители старших поколений», заявил сегодня Фарид Мохамедшин. Он поздравил общественную организацию ветеранов с 30-летием. Праздничный концерт прошел в филармонии. Там же председатель госсовета вручил награды. «Шагают наши пенсионеры в ногу с требуемым времени. Тоже нужно делать. Кто нас учил этому делу, когда мы в школе учились или где-то компьютером сядем? Не нужно всего. Вот это шляпок на радио, на которой новости слушали в деревне. А сейчас мир цифровой экономик уже движется». Одна встреча – целая жизнь кукмарскому землячеству 35. Сегодня юбилейная дата собрала всех выходцев районов в Казани. В фойе молодежного центра «Акбарс» были представлены кукмарские бренды, валенки, посуда и продукции сельского хозяйства. Свой вклад в развитие района вносят земляки, проживающие в других регионах страны и за рубежом, и которые сегодня выступают инвесторами крупных проектов. От имени руководства республики с юбилеем поздравила заместитель главы парламента Римма Ратникова, также выходец из Кукмарского района. «Движение землячества в последнее время получило очень большой новый импульс. И это на самом деле очень здорово, потому что выходцы из разных районов, в том числе и из Кукмара, живут в разных уголках. Каждая из них имеет какую-то тягу к тому, чтобы вернуться в район, что-то сделать полезное для своего района. Кто-то кого-то два года не видел, пять лет не видел, они встречаются, они разговаривают, они для этого общения и, конечно же, для дальнейших работ, для дальнейших инвестиций». Голос природы – легенда российского телевидения, известный защитник экологии Николай Дроздов в Казани. Сегодня он посетил единственный в республике экологический класс. С его учениками, первоклассниками, главный зоолог страны поговорил на совсем не детские темы. Что интересует юных защитников природы Динара Камалова? «Перед тем, как выйти вечером на ночную прогулку, он прогревается». Дроздов! Познакомиться с таким человеком – заветная мечта любого, не только первоклассника. Его знают несколько поколений россиян. Своё воскресенье без позывных программ в мире животных мало кто представлял. И вот сегодня легенда перед классом. «Я рад с вами познакомиться». Знакомьтесь, его ученик – юный биолог Артур Гарипов. Его жизненный принцип – люби и береги окружающий мир, и мир ответит тебе взаимностью. «Надо помогать природе размножаться». Оберегать и защищать природу – дело всей жизни Николая Дроздова. Семь лет назад именно он, без слов, но громче всех заявил о проблеме исчезновения амурских тигров. Сегодня он снова затронул эту тему совсем маленькими любителями дикой природы. Законы об охране природы, которые должны быть всегда рассмотрены в Думе, где распределяются какие-то проблемные зоны, где надо принимать какие-то меры. Утилизируют мусор, по книгам познают биосферу земли и происхождение амфибий. Экологическое воспитание должно начинаться с пеленок, уверен Николай Дроздов. И появление такого класса – большая радость для человечества. «Бумажки, обердки, наживал, плюнул. Это уже нарушение экологических законов. Дама пришла к психологу детскому и спросила его, что у нее ребенок уже два года, не пора ли начинать его воспитывать. Он сказал, что вы опоздали уже на два года. То есть с самого рождения это надо делать». Этот класс стал экологическим лишь три месяца назад, но уже сейчас он оборудован всем необходимым. «В школе недавно появилась и предносная лаборатория. Как мы видим, здесь есть экспонаты с жуками, с растениями. Также есть и микроскоп. Правда, он еще не распакован». Как только урок со знаменитым зоологом закончился, ребята приступили к подготовке к следующему уроку биологии. Мир большой, а значит, есть столько неизведанного. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Лаборатория электромехаников, наладчиков и бурильщиков в Лениногорске впервые прошла Всероссийская конференция по профориентации. Более 300 студентов со всей России обсуждали перспективы девяти профессий, среди которых специальности, которые включены в движение WorldSkills, современные технологии и управления. После встречи студенты посетили и музей нефти. Конечно же, очень полезно обмениваться опытом. Не вариться в своем котле, а приглашая людей. Мы же обмениваемся опытом, что дает возможность расти и учебному заведению, и нашему преподавательскому составу. Так как в секции затрагивают очень много аспектов различных, то есть и управленческие моменты, где мы можем подчеркнуть какие-то моменты, обменяться опытом, взять что-то на вооружение новое. Большой хоккей вернулся во двор юных чемпионов, теперь вновь будут воспитывать на открытых площадках. Высокогорский район принимал сегодня один из массовых хоккейных фестивалей в России. Более 50 команд, около 200 участников вышли на лед с школьных коробок. Почему советская система хоккея до сих пор актуальна, расскажет Алманс Кафиатов. Символическое вбрасывание и поехали. Несмотря на морозную погоду, дети рвутся на лед, показать свое мастерство. Еще бы за игрой юношей и девушек внимательно следили хоккеисты Акбарса разных поколений. Я очень рад, что меня пригласили на такой праздник. Это такие праздники помогают развитию хоккея в республике, и я этому очень рад. В советское время практически все знаменитые хоккеисты делали свои первые шаги во дворах. Кто-то тренировался на замерзшей речке, а некоторые искали хоккейные коробки. Клюшки и коньки тоже были самодельными. В основном дети сидят дома, телевизоры, компьютеры и так далее. И по здоровью, конечно, они здорово отстают. Все вопросы коррекционных воспитаний, то есть гимнастика, коррекционные движения, мы проходили на улице. Задача Федерации хоккея – возродить советскую методику воспитания чемпионов. По массовости и количеству ледовых арен и катков в Татарстану сегодня нет равных. Я думаю, что сегодня будет праздник, настоящий праздник для семей, для детей, для всех, кто сегодня присутствует. Я думаю, что сегодня по дивизионам, 6 дивизионов только будет играть. Ну, представляете, что такое в районном центре играет 6 дивизионов, в каждом там по 40 человек, команд там и так далее. Мы пока еще даже не посчитали, не посмотрели, вот прибыли сюда. Ну и отношение к этому фестивалю, оно проявляется в том, что здесь, посмотрите, звезды и прошлых лет, там, да, и Геннадий Семенович Маслов, и Елфимов здесь, и Столбун здесь. Хороший пример заразителен. Теперь эстафету Высокогорского района должны подхватить и другие населенные пункты республики. Благо школьных и дворовых хоккейных площадок у нас достаточно. Теперь снова за самими участниками. Алмаз Гафиат, Фандер Сентальцев, ТНВ, Высокогорский район. Сосны Крымские, Елемарийские и Татарстанские. В Казани открылись елочные базары. Цены на хвойные от 400 рублей и до нескольких тысяч. Можно ли самому срубить дерево и где найти настоящий символ Нового года? Слават Мухаммадуллин. Одежда потеплее, хорошее настроение, топор и вперед за новогодним символом. Так, стоп. Во-первых, это не самая теплая одежда. Во-вторых, за незаконный сруб грозит штраф минимум 3000 рублей. В-третьих, за это вообще можно получить уголовное наказание. И что тогда делать? Есть у меня пара вариантов. Сосна Крымская, сосна обыкновенная, ель. Марийская. По словам продавцов, на елочном базаре лесная красавица из соседней республики имеет более насыщенный цвет. Но рядом с ней ждут своих покупателей и татарстанские хвойные. Цены зависят от высоты и породы деревьев. В Казани елочные базары открыты по всему городу. Некоторые говорят дорого, некоторые говорят хорошая цена. Подойдут. Ну, чуть попозже. Красивая. Нравится? Да. Я хочу другое, еще больше. Побольше? Ну, давай посмотрим побольше. От метра и до самых облаков. Голубая, новогодняя ель, сосна. Выбирать здесь приходится. Лесную красавицу можно приобрести и в специальных питомниках. Чтобы не навредить природе, деревья для сруба сажают в охранных зонах или под линией электропередач. В такие места, как правило, не захаживают кабаны и лоси, главные вредители елей. В основном, вселовеческий фактор. Пока ни одного баконьера не поймали, но еще только с самого начала периода, еще как бы за неделю до Нового года, обычно они оживляются и начинают активно работать. Самому срубить ель в любом случае не удастся. Купить на базаре или приехать в питомник, выбор есть. Главное, в погоне за новогодним настроением не навредить природе. Слава от Мухмадулина, Мерзалешев, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Сказка начинается. Сегодня на Кремлевской набережной открыли новогодний городок. В отличие от прошлого года, здесь пока не залит каток, но Дед Мороз уже распахнул двери своей резиденции. Каких ждать сюрпризов казанцев и гостям, далее в репортаже. Залп, сотни огней, восторженные возгласы. Ворота распахнулись и зажигается новогодняя елка. Набережная встречает первых гостей, готовых встретить Новый год. Детей привели, окунулись с детства. Этого ждали целый год и, собственно, вот оно, новогоднее настроение. Начиная километрами гирлянд и заканчивая сказочными эльфами и миниатюрными Санта-Клаусами. Но главный виновник торжества, конечно же, Дед Мороз. Долго ехали, устали, наконец-то добрались. Логистика города осталась прежней, но добавились офисы зарубежных коллег. Теперь гостей столицы рады встретить эльфы. Мы будем в специальной школе эльфов наших обучать их новому ремеслу, также мастерской, научим их делать разные поделки наши. Сказочный городок будет работать до 28 января. Со дня на день здесь ждут и любителей коньков. Каток уже в процессе заливается, поэтому, скорее всего, на следующей неделе мы же будем его открывать. Этого ждут и главные волшебники. Пока нет льда, гости собираются дома у Деда Мороза. В резиденции Деда Мороза по-домашнему уютно и, конечно, сказочно. Именно здесь дети могут попросить волшебника о том, чего ждали весь год. Но это уже другая новогодняя история. Рамин Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! Считанные недели уже остались до Нового года. И, как можно понять, по немного недовольным постам в сети у многих вообще нет новогоднего настроения. Соглашусь, но, как говорится, все зависит от нас. Вот, к примеру, казанские кондукторы вовсю украшают свои автобусы. А один пользователь сети предлагает просто говорить с наступающим. Говоря эту фразу, немного появляется новогоднее настроение. С наступающим! Ты чё там пургу несёшь? Ну-ка стой нормально! Вот вам и новогоднее настроение. Новогоднее настроение также создаёт одежда, которую мы с вами носим. И, как вы уже знаете, самая новогодняя одежда – это свитер с оленями. Так вот, к чему я всё это? В интернете появилась своя версия свитера с оленями. Точнее, с одним оленем. Та-дам! Нет, ну реально смешно. Этот мем всю неделю разрывает всемирную паутину. И тут уже есть различные модификации этого мема. Версий много, и все они очень весёлые. Вот такой, друзья, Новый год. На этой неделе прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Было много, я бы даже сказал, очень много вопросов о предстоящих выборах, о кандидатах, которые могут выдвинуться на эти выборы. И во время одного из таких вопросов произошла забавная ситуация. На котором написано «Путин, бай-бай». Ну вот, давайте заострите. А, бабай. А, Господи, боже мой. Бабай. Путин, бабай. Что конкретно имели в виду? Может пропустили плюс? Путин плюс бабай? Или типа, Путин уже бабай? Непонятно. Но на самом деле всё оказалось намного проще. Сегодня все меня боятся. Здесь написано «Путин, бай-бай». Это по-татарски. Дедушка Путин. Так вас называют. Так вас называют дети. Дедушка Путин. Интересно, интересно. Ну и пока от президентов далеко не ушли, наша традиционная рубрика в сети с президентом. Одним из самых ярких моментов в инстаграме президента оказалась поездка в Италию, где он побывал с обширной деловой программой. И уже традиционно встретился с местными татарами. Также Рустам Миниханов выложил пост с российским рэпером Элуаном. Нет-нет, друзья, это не батл, не версус. Просто встреча. Кстати, в этот день Элуан также побывал на стадионе Казань-Арена, откуда в сеть попало вот такое видео. Туны ворота, Ливанов. Да. Друзья. Да, скидал ворота. Уйду. Ну тут даже президент, мне кажется, спорить не станет, что парень играет на уровне нашей сборной. Можно пока его в запасе, если что. А потом на поле. А вы говорите, рэперы ничего не умеют. Вот, учитесь. У некоторых казанских парней, судя по всему, нет денег на то, чтобы поехать на горнолыжку. Поэтому они предлагают бюджетный вариант горнолыжки. Но, друзья, я не рекомендую повторять подобное самому. Очень уж опасно. Вот еще один экстремал, но такой, знаете, спокойный. Для него это, ну, обычное дело. Приехал, заправился и полетел. Обычное дело. Забавное татарстанское видео. Я бы его назвал, в татарскую деревню впервые привезли роллы. Да они не шли, сенсей. Да они, да они роллы, аши. Не шли, аши, аши, аши. Сейчас, мне кажется, все японские повара, да и вообще все японцы в обморок попадали. Но я уверен, что и моя бабушка ела бы так же. Ну, или вообще просто выбросила. Вот такие они, Абилер. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте снежинки из бумаги. Ну вот же, вот же. Я же говорил, можно самому сделать новогоднее настроение. Вторую строчку занимает Кубок мира по биатлону. А на третьем месте Леонид Броневой. Народный артист СССР ушел из жизни на 89-м году жизни. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, выкладывайте фото и видео. Короче говоря, нужно быть в сети. Пока! Впереди прогноз погоды. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До свидания. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании Юйти. И на марка по цене отечественной. Да, если это Датсон. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Последние 17 дней 2017 года скидка 17%. Первые 18 дней 2018 года скидка 18%. В детской стоматологии эксклюзив Дент. Алан Клиник. Лечение геморроя без операции. Скидка 50%. Салон кожей меха Мехополис. Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки. Шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. С 20 по 26 ноября черные недели. Скидки до 70%. XL, третий этаж. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на Ниссан 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ – Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «ДМебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска – Банк Восточный. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Отреза в Казани. Тазигизата 15, Пушкина 54, Зорги 11Б. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике сохранится умеренно морозная погода. По данным сервису Яндекс.Погода. На иго-востоке Татарстана будет малооблачная, без осадков, до 10 градусов ниже 0. На северо-востоке облачная, преимущественно без осадков и до 7 градусов мороза. На севере республики без осадков и до 7 градусов ниже 0. На северо-западе республики ожидается небольшой снег и до 5 градусов мороза. На иго-западе Татарстана местами снег и минус 3 градуса. В центре республики будет преимущественно без осадков и до 7 градусов мороза. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр ГАЗ «Луидор». Успейте купить автомобиль ГАЗ по старой цене. Адрес Казани ГАШИКО 7, телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на ГАШИКО у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица ГАШИКО 7, Сибирский тракт 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием. Товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В предстоящие сутки в Казани будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит до 3 градусов мороза. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Магнитное поле земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известной далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебный грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Орстальской Швейцарии. Она смохнет. Питание суда. Шведский столб. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова